Молодежь 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 малых предприятий и цехов, развитию социальных и профессиональных навыков уязвимой молодежи, что способствовало созданию более 130 рабочих мест для молодежи, женщин, возвращенных трудовых мигрантов и людей с ограниченными возможностями, а также предоставлению возможности для самозанятости. В рамках проекта были разработаны и утверждены на местном уровне четыре программы развития районов Шахринав и Бальджуван, городов Харок и Исфара. Более 400 государственных служащих, три четверти из которых составляли женщины, а также более 300 молодых людей из Шахринавского, Бальджуванского районов и городов Исфара, Куляб и Харок, прошли обучение по вопросам участия молодежи в процессах местного развития и проведение ситуационного анализа по вопросам молодежи. При участии молодежи в программах развития районов и городов и местных бюджетов были внедрены 32 молодежных проекта, часть из них также получили финансовую поддержку. Во всех целевых районах были созданы платформы участия молодежи в органах местного самоуправления, целью которых является создание условий для обеспечения участия молодежи в процессах принятия решений и развития местных сообществ. Более 280 молодых людей, в том числе 168 девушек, приняли участие в различных мероприятиях, связанных с обсуждением проблем их сообществ, в том числе на уровне местных органов власти, школах, средствах массовой информации и в местных советах. В рамках проекта был поддержан ряд масштабных мероприятий с охватом более 150 официальных лиц и более 500 молодых людей, совместно организованных Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и ПРООН, ЮНИСЕФ и ООН Женщины. Форум «Современные подходы к предотвращению насильственного экстремизма среди молодежи». Международный молодежный форум. Международная конференция по предупреждению вовлечения молодежи в экстремистские группы. Одним из значимых мероприятий в рамках проекта стал фестиваль «За мир и дружбу», посвященный Международному дню волонтера, в котором приняли участие более 120 молодых волонтеров из пяти целевых районов проекта и города Душанбе. Инновационный формат мероприятия позволил молодым людям встретиться с инфлюенсерами и почерпнуть знания и опыт в различных сферах деятельности. Также в рамках фестиваля были проведены командные спортивные мероприятия для усиления сплоченностей и продвижения мира строительства. 112 молодых волонтеров, в том числе 67 девушек, прошли обучение по вопросам разработки и реализации социальных проектов с помощью модуля UNICEF «Лайокат». В настоящее время молодые волонтеры реализуют свои проекты совместно с органами местного самоуправления и главами Махалей. Представители пяти волонтерских ассоциаций из целевых районов приняли участие в тренингах и других образовательных мероприятиях, по разработке проектов социального предпринимательства, развитию критического мышления, медиаграмотности, урегулированию конфликтов, усилению социальной сплоченности, компетенция мира строительства и продвижению волонтерства. По итогам данных мероприятий волонтерские ассоциации получили финансовую поддержку для реализации своих инициатив. 82 подростка прошли обучение по вопросам повышения осведомленности молодежи о репродуктивном здоровье, мерах защиты здоровья для профилактики ВИЧ и о доступных медицинских услугах, ориентированных на молодежь. Через интерактивную выставку Join the Circuit «Маршрут безопасности» они охватили более 6,5 тысяч сверстников. 144 подростка прошли обучение в качестве помощников-сверстников по вопросам психологического здоровья подростков. Они организовали сессии в своих школах по повышению осведомленности среди 10 493 подростков, в том числе 5036 девочек, по темам, связанным с эмоциональными расстройствами и способами управления ими. Для улучшения доступа подростков и молодых людей к услугам психологического здоровья было обучено 130 школьных психологов, представителей администрации школ, семейных врачей и медсестер, представителей органов управления внутренних дел, которые приобрели знания и навыки по работе с подростками в кризисных ситуациях. 50 молодых тренеров прошли курсы по вовлечению девочек и молодых женщин в спорт, а также развитию лидерских навыков, формированию среды для спортивной молодежи с учетом гендерной проблематики, построению атмосферы взаимного уважения и терпимости. В рамках последующих информационных сессий, проведенных молодыми тренерами для своих учеников, более 400 молодых спортсменов, 35% из которых составили девочки, получили знания о важности гендерных ценностей в спортивной среде. По итогам данной работы и благодаря оборудованию спортивных центров, более полутора тысяч молодых женщин и девочек получили возможность участвовать в спортивных мероприятиях. В целом, проект усиления потенциала молодежи для мирного Таджикистана смог охватить более 40 тысяч молодых людей, подростков и женщин Таджикистана, повысив их потенциал через наделение их способностями, навыками и компетенциями, открывающими социально-экономические возможности, позволив им участвовать в политической жизни, придав чувство принадлежности и уверенности в правительстве. В проекте большое внимание уделено укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Ощутимые результаты проекта в очередной раз подтверждают необходимость продолжения подобных инициатив, направленных на развитие потенциала молодежи, усиление ее возможностей и роли в развитии страны, а также продвижение социальной сплоченности и миростроительства как гарантов мира и стабильности. Поскольку молодежь является будущим страны, от ее потенциала зависит благосостояние и устойчивое развитие государства.